добрый день хочу показать вам свою печку которую мы испытание печки которую я построил вернее переделал и развеять некоторые мифы относительно того что капли горят и все прочее вот эту печь я переделал и скажем так разобрал полевую кухню солдатскую внутри использую внутри кожух это подставка металлическая временная убрал верхний кожух жаропрочный внутренняя часть где стояли всякие работала форсунка и нагревала нержавейки короба который была пищей я ее приспособил для обычной печки построил вот такую шахту которую поставил я на фотографии покажу которую поставил радиатор металлический радиатор и получаются выхлопные газы нагреваются воду затем я вот грею бак с водой литров на 150 вот она работает спокойно нагревает эту воду таким образом пока нету дверцы таким образом происходит выгрузка а такую жестянку я загнули больше ничего не придумал где-то выгрузка вот внутри наш пепел полностью сгорел никаких остатков нету что-то бывает теперь самое интересное значит плохо не будет видно что у нас и печки я сейчас оттуда буду доставать то не видно садим рукавицу вот мои но они выполняют не ту функцию которую в обычной печке как видите они слегка вот тут забиты но она легко снимает вот так что самое интересное вот что я выгружаю спички в ней нету не поддуваю ничего то есть она внизу сожалению немножко пропускает в воздухе там ничего нету закрытая полость никаких решеток и подсоса воздуха снизу почти нету немножко но если вода держится значит почти не вытекает и вот я вот такую выгружаю это смесь гранул с древесным углем после почти суток работы получается вот вместе с пеплом пепел я отсеиваю покажу как я заправляю такая фракция получается вот видно что она имеет небольшую влажность то есть это та вода которая участвовала в горении ну оно почти все высохло тут воды почти нету ну даже это производит к испарению это вот гранулы и среди них древесный уголь та часть золы которая упала она получается с водой естественно получается древесный уголь все это работает как губка как из которой испаряется влага и поступает в топку при этом лишней влаги в пламя не подается и нету никаких потеков и так далее это очень важно то есть идет автоматическая регулировка подачи влаги сейчас я это все выгружу и покажу что я с ним делаю так вот эта фракция которая у меня получилось зола древесная давай гранулы вот теперь в таком вот количестве это после суток работы где-то сутки она не работала почти получаем вот такую фракцию то есть этот пепел золу вернее мы отделяем кому имел а это будет загружаться снова это аккумулятор влаги эти вот гранулы это пористый кирпич не каждый подходит на который некоторые ну в общем это нужно пробовать некоторые виды жестких как газобетон они подходят можно перлитовые но он разрушается быстро нужно вообще просто один древесный уголь но он прогорает а эти гранулы держит на себе колосник все теперь я это все загружаю в печь вот древесный уголь это та фракция которая будет удерживать влагу так и теперь будем делать заправку нашей печки моей пиццы моего варианта значит так для этого вот столько сколько-то литров воды и этого еще будет мало сколько литров здесь ну не знаю сколько литров замачиваем всю эту фракцию вот так хорошенько она так шумит впитывает сюда влагу она была бы немножко влажная иногда вообще сухо на ближайшем сухое и теперь делаем вот так процесс это не капельки те которые там что-то делают теперь ну там бывает иногда капает вот так здесь вот так вот так сейчас жиле заходу у меня там есть отверстие через которое немножко протекает и жиле и тунь носа теперь загрузка колосников сверху, они ложатся на гранулы, я думаю будет видно за комнатой видео, но даже надо больше воды, чтобы она даже почти выступала, так лежат колосники, все, теперь будем загружать и разжирать петель, даже немножко маловато, вот так вот, затем ложится на влажные колосники, я уже, такие деревяшки, можно хоть на воду ложить, это в принципе ничего не меняет, Чуды Так, так вот Это уголовок, бумага Так, так вот Так, так вот Так, так вот Вот видно, что тяга пошла, идет туда Печь прогретая ночью, это у меня такая верхняя крышка Очень удобно, это снимается, это тоже все снимается, магнит, когда нужно, тогда все происходит Режиссионер Так, так вот Пошли в розы. Дело в том, что когда зола падает, то она ее закрывает, херметизирует. Видно, колосники влажные, придется мне влаги добавить. Может быть, видно, еще водичка есть. Сейчас я эту печь раскочегарю, видно, что полностью открыта, и таким вот образом легко регулировать тягу. В данный момент, если говорить, что печь ракета похожая на эту, то там не регулируется особенно торчат дрова в этом бункере. И это недостаток, я думаю, потому что тут нужно регулировать в разные режимы времени, вернее, в разный период времени разные режимы горения. Нужно и так закрывать, когда она разгорелась, а вначале нужно больше воздуха и так далее. верхняя плита здесь мы готовим. Дальше сушка идет. То есть эта печка имеет несколько назначений. Греть воду, кушать и помещение греть. Работает на теплоакумулятор. В связи с тем, что внутри стоит так называемый радиатор, то газы, которые проходят, они довольно сильно охлаждаются. И вот здесь даже металлическая пластина, она не нагревается токсина, чтобы, скажем, стекло лопнуло или что-то загорелось. И мы ее используем для сушки всяких. Сушить что-нибудь и так далее. Вся вода идет, вся большая часть энергии входит на нагрев этого радиатора. Ну, теперь мне остается только подбрасывать. Таким образом я регулирую. Печь разгорелась, вошла в режим, когда уже появились угли. И так как внизу идет испарение влаги, то вот мы видим, если я буду снимать верхний шар золы, то будут там темные угольки. То есть у меня там нет воздуха. Поток воздуха идет только сверху. Ну, вот в данный момент, чтобы пополнить влагу, это, так сказать, не то, что капельки будут падать. Я вот покажу, что я сделал. Я вот возьму и буду пополнять влагу. И это все равно будет работать. Так что эти капельки, это совсем не то. Вот здесь воды в литр. Ничего это не остановит, потому что горение не прекратится. Я его прикрываю углями. И, как видите, все работает. Вот вся фишка. Температура, конечно, приличная, потому что влажный влагопар, теплоемкость, теплоотдача. Все становится гораздо выше. Рука печет, в руку печет. Вот так регулируем тягу. Когда одни угли, то это обычно вот так я на ночь. Через эти отверстия идет тяга. Тогда она долго-долго работает. Тогда надо побыстрее. Вот так. Вот я вылил литр влаги перед вами. Как видите, все работает. Даже не видно, что это было. Вот если я сниму верхний шар углей, то будет там видно темные угольки, влажные, которые испаряют влагу. Через время я могу это таким образом еще сделать. Так что я не вижу смысла заниматься капельницами. Все и так работает. Этот выхлоп этого газа, дыма, его почти не видно. Но он имеет такой специфический запах резкий, при сжигании определенных сортов угля. Хотя сжигается одна древесина. Так. 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 Так.